друзья всех приветствую сегодня 1 марта птицы которая у нас сидит на пурине в данный момент рост 25 дней растет интенсивно поэтому пересадил я на средний ярус часть значит смотрите пересадила каким образом у нас здесь вот 52 штуки сюда пересадил 22 штуки то есть здесь осталось получается 30 здесь же оставил меньше помеченную нашу контрольную группу которую мы пересадим на нижний ярус в 30 дней взвесим и пересадим вот не на нижний на средний ярус также как в эксперименте с маркормом то есть чтобы условия были одинаковые у них так по температуре значит сейчас верхний ярус 22 средний ярус 20 так в 29 дней мы будем переводить на финиш их пока это grow или рост после нашего взвешивания экстремального да когда птица была напугана и вся в стрессе к счастью никто не погиб все живы здоровы это удивительно на самом деле вот верхний ярус у нас еще подсвечивается лампами я думаю еще денечек подсветим их вот может быть два ну короче приблизим с полностью условия к эксперименту на маркорме 6 марта сегодня экспериментальной партии коп 500 которую мы кормим на пурине 30 дней сегодня полностью переведена эта партия на финиш от пурины переводил в течение трех дней постепенно ну как обычно общем особо не заморачивался так вот прям пропорции не соблюдал прям на глаз сыпал типа 25 процентов там 50 75 и уже сегодня полностью сто процентов финиша причем я высыпаю остатки корма из кормушек чтобы там не оставалось корма с лекарственными препаратами но понимаете до того что там все равно пыль какая-то фракция внизу будет присутствовать я поэтому от нее избавляюсь так далее значит что по помету помет стал чуть влажнее вот от перехода при переходе на финиш но какашки сформированы нормальные общем болото нету на поддоне как было бывало хотя влажность повысилась помета это видно некоторые есть вот несколько дрестунчик of вот есть такие поносные лепешки но как бы в основной массе нормальный помет значит по микроклимату температура верхний ярус 21 средний ярус 19 с копейками так лампы я выключил давно обогрев осуществляется только вот этим масляным обогревателем стоит на двойке сейчас вот он выключен в автомате то есть помещение держит температуру но на улице тепло относительно там сколько плюс 4 плюс 3 значит здесь естественное проветривание у нас за счет вот такого открытия этого окна приток с перемешиванием вот за счет вентилятора осуществляется вот в таком варианте открытия окна я сейчас прикрыл фарамогу на одно деление потому что на улице сильный ветер и в общем чтобы не выдувало просто так вот вот видите как дует сильно поэтому я чуть-чуть окно прикрыл а вентилятор вытяжной стоит на половину мощности потому как птицы сейчас мало в помещении вот на половину мощности он стоит всего 100 что три штуки до 103 штуки всего на эту площадь 52 метра или 130 с копейками кубов почему у нас мало птицы сейчас возможно мы с вами поделимся но позже вот смотрите значит первый претендент на выбывание помечен он эта птица больна водянкой сейчас я покажу вам синюшные покровы кожные да все как обычно и надутый живот вот это вот первая птица которую я вижу с проблемы здесь и вторая птица сейчас я покажу она где-то здесь я ее искать не буду в общем проблему у нее раздутый зоб а вот она наверное или нет ну какая-то птица общем здесь сильно раздутым зобом у нее что-то с прохождением какие-то проблемы тоже как бы есть вот такая птичка но по опыту такие попадаются и зачастую спокойно доживают до забоя остальные вроде бы как все хороши скажем так больше проблемных не вижу но наблюдать будем дальше потому как проблемы как известно начинается где-то вот с этого возраста в 30 дней так касаемо пропоек значит пропаивал витаминами но три дня три дня не 5 потому что боюсь переизбытка витаминов птицы так как курили написано что танцы если ничего не требуется поэтому всего для три дня пропаил дал аквадетрим значит аквадетрим с ракушкой 2 всего до 2 дня я пропаил короче говоря вот ракушку они съели куда 3 выпили если лены как я говорил мне это не будет потому что я и не купил не нашел в общем поэтому по завершению до завершения партии буду давать несколько раз раза три наверно три тюбика у меня есть дам кальция боргару канат и на этом по пропойкам все закончим так давайте взвешивать что давайте мы сейчас буквально с нижнего яруса не одни меченых посмотрим вот две птички так 1845 табличный вес у нас сейчас должен быть по той таблице по которой мы контролировали предыдущей партии тысяча пятьсот семьдесят два грамма так ну что еще выдавать вот того петуха а балла куришку курица по так тысяча семьсот сорок пять сто грамм разницы по 0 англице ты показал так все значит как мы договаривались сейчас 30 день мы нашу контрольную группу взвешиваем и пересаживаем на средний ярус чтобы уравновесить разницу температур да как было в маркер так 1710 сюда его если помните есть зеленые метки это петушки были помечены крупные о нормально молодец 1995 пушки на другое дело еще должен снимки дабы и зелененький зеленого вижу а вот сильный так третий синий 1855 сюда его так и зеленый петушок должен быть в зеленом количестве вот он не нормально она сама ослабляется но я утрас уже контролировать надо она перескакивает кольцо на следующую фиксирующую вот эту вот кучу тихо 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 скажи скорее ух ты смотри чудом промахнулся 1920 да получается это был самый тяжелый у нас петух а сейчас его обогнал середнячок с синий меткой да он два был вот так вот получается так все с этой стороной закончили вешаем кормушки чтобы они не выходили а то такое случается чуть отвлекся и уже на полу сидит один так а это неплохо так теперь давай отсюда 1 2 старайся быстрее чтобы не затягивать ролик так 1840 окей а давай маленького посмотрим как у них вот маленький стоит или не такой еще маленький ну давай уже его 1865 лишь приблизительно они одинаковые да так контрольный вес по таблице 1572 все давайте теперь контрольную группу взвешиваем и больше травмировать их не будем сегодня так зеленая метка это крупный петух 282 80 такие лапы мощные это был петух теперь у нас синими метками метками 3 штучки должны быть так вот вижу так вот беру их я пока патологии никаких не вижу смысле заболеванием асситом так тысяча девятьсот сорок пять слушай как там тоже был такой ровно как они идут смотрите так вот маленький вот у него лапа чуть-чуть разъезжается ну-ка да лапа разъезжается вот дефектный давайте посмотрим раз уж я его нашел маленький совсем прям вот лапа у него 1200 ну все вот этот принципе не вырастет больше я думаю ладно мы потом решим что с ним делать или оставить или убрать вот у него проблемы с лапами так возвращаемся к нашим сильная метка 1725 1815 все в общем смотрите анализируйте сами на нашем канале вы сами анализируете все показано и мы ничего никому свое мнение не навязываем поэтому вот так не сказал я наверное да или сказал уже не помню повторю если сказал что падежа от 20 до 30 дня у нас не было но претендентов я показал есть некоторые так что еще ну все они дальше у нас идят на финише кстати говоря я в полной мере ощутил счастье птицевода за эти 10 дней когда убирал нормальный помет это просто блаженство было вот посмотрим что дальше будет вот смотрите пока влажноватый он стал влажнее влажнее чем был но воды на подонах нет все вешаем кормушки сейчас я наполню финишом курина и следующее взвешивание 40 дней все на этом спасибо за внимание подписывайтесь на канал ставьте лайки дизлайки комментируйте задавайте вопросы если они есть у вас всем спасибо всем пока но по сарам ты опять уходишь? да ну давай до свидоса